Доброе утро! Как объяснили в Риаде, коалиция наносит авиаудары по контролируемым повстанцам объектам, чтобы остановить их нападение на свои нефтехранилища. Хуситы, в свою очередь, заявили, что удары поразили электростанцию, заправочную станцию и одно госучреждение. Напомню, в арабской стране уже 7 лет продолжается вооруженный конфликт. Повстанцы Хуситы захватили большую часть Йемена, включая столицу в 2014 году. Арабская коалиция во главе Саудовской Аравии вмешалась в конфликт в 2015, чтобы поддержать правительского соседа. К новостям в нашей стране. 37 проектов по водоснабжению и водоотведению планируют реализовать в Кустанайской области до конца года. Основные работы будут проводиться в сельской местности. Например, в Коробалыкском районе водораспределительные сети намерены построить сразу в двух крупных селах. Центрального водоснабжения в них не было с советских времен. Подробнее расскажут мои коллеги. Село Новотроицкое – один из опорных населенных пунктов в Коробалыкском районе. Сейчас здесь проживают чуть больше 600 человек. В советское время был центральный водопровод. Последние 30 лет жители этого села пьют воду из старых колодцев. Пресную воду нам доставляют работники местного ТО. Привозят. Мы за это в бухгалтерию платим. Недалеко от села есть скважина. Но только летом оттуда возят. А в зимнее время питьевую воду флягами возим на машинах. В половине колодцев вода соленая. Ее используем как техническую. В Коробалыкском районе на данный момент качественной питьевой водой обеспечена половина населенных пунктов. Там проживает 75% от общего количества населения. В этом году в районе планируют реализовать сразу несколько коммунальных проектов. В селах Смирновка и Михайловка обещают поставить водочистительные пункты. А в станционном и Новотроицком построить центральный водопровод. Этот вопрос будет внесен в план реализации мероприятий. По итогам отчетных встреч будем держать на особом контроле по организации. Проведем воду. В 2023 году завершим обеспечение централизованным водоснабжением села Новотроицка. Сейчас в Кустанской области 59% сельских населенных пунктов охвачены услугами водоснабжения. По крайней мере так говорит официальная статистика. В этом году основные работы будут проводить параллельно в 22 селах и еще в 40 аулах. Запланирована установка пунктов раздачи воды. Артем Грапов и Сергей Тартенберг. Кустанская область. Хабар 24. В Павлодаре начали раннюю обрезку деревьев. Причем делают это впервые за много лет. Как утверждают экологи, им наконец удалось добиться санитарной обрезки до начала вегетационного периода. Коммунальщики приводят в порядок тополя, каракчи, а также березы пока трогать нельзя. Их в городе осталось очень мало. Ирбул Абишев расскажет подробнее. Сейчас категорически березу трогать нельзя, потому что любая рана, будь она замазанная или не замазанная, она все равно будет потом истекать соком. Поэтому березу трогать ни в коем случае, ни рано, ни позже нельзя. В конце 90-х Павлодар потерял очень много берез. Деревья поразила грибковая болезнь – цитоспороз. Помочь им ничем не могли, поэтому эколог Татьяна Пономарева относится к березам трепетно. Это она инициировала в Павлодаре создание интерактивной карты зеленых насаждений и ратовала зараннюю обрезку деревьев. И важное, ценное, что в этом году, я надеюсь, нам удастся это до конца проконтролировать и добиться, того, что мы отменим, наконец, топпинг. То есть топпинг – это обезглавливание деревьев. В этом году коммунальщики впервые применили санитарную обрезку деревьев. Они срезают отдельные ветки и сучки, вместе с этим формируя эстетический вид кроны. Работу ведут под пристальным вниманием группы научного сопровождения. С учетом того, что мы рано начинаем эти проведения видов работ, мы охватываем большее количество деревьев. То есть мы работаем до того периода, пока начнут распускаться почки. Почти в три раза увеличили финансирование на санитарную обрезку деревьев. 150 миллионов выделили из бюджета. Город разделили на три зоны, где работают разные подрядные организации. Это позволит охватить большую часть деревьев как на улицах города, так и во дворах. Ербулабиша, Саматаспанов, Женн Стимирбулат, из Павлодара, Хабар, 24. Продолжаем выпуск. В Грузии растут цены на недвижимость. Для этого есть все основания. Инфляция, подорожание стоимости топлива и стройматериалов уверены аналитики рынка. К тому же Грузия может столкнуться с дефицитом стройматериалов, которые ранее она закупала в России и Украине. Ну а спрос на жилье в стране не падает, потому как сюда сейчас массово приезжают русские и белорусы. Особенно подорожали цены на аренду квартир. Юлия Тужилкина о ценах на жилье в Тбилиси. На 50% могут вырасти цены на недвижимость в Грузии. Такие неутешительные прогнозы делают аналитики рынка. Новостройки начали дорожать еще в прошлом году. Среди основных причин новые требования к объектам при сдаче, повышении стоимости коммунальных услуг, топлива и строительных материалов. Все это уже привело к росту цен на 40%. Последние события вновь негативно скажутся на строительстве. Ведь арматуру Грузия закупала в Украине, а древесину в России. Сейчас средняя цена в Тбилиси, ну скажем так, не в центре, это в спальных районах где-то 700-800 американских долларов квадратный метр. Я думаю, что будет не меньше 1000 долларов квадратный метр. Иммиграция граждан из России и Беларуси также способствует росту цен, как на продажу, так и на аренду квартир. Например, если месяц назад стандартную однушку в Тбилиси можно было снять за 150 долларов, сейчас цены выросли в два раза. Мы уже наблюдаем на рынке повышение цен на недвижимость. Эксперты говорят, что спрос вырос на 50%. В основном это касается центральных тбилисских районов. Цены за квадратный метр уже выросли, и эта тенденция продолжится, потому что наблюдается значительный прирост числа русских и белорусских граждан, желающих поселиться в Грузии. Но несмотря на повышенный спрос, многие строительные компании сейчас при продаже делают существенные скидки для украинских беженцев. Ну а экономисты делают неутешительные прогнозы. По их данным, в ближайшие полгода из-за инфляции вновь вырастет цена на топливо. Также на 30% подражают стройматериалы и стоимость строительных работ. Юлия Тужилкина, Ашалова, Сура Милашвили, Хабар 24, Грузия, Тбилиси. Уникальная ветеринарная клиника работает в центре Катарской Дохи. Это современный центр, где лечат исключительно птиц из семейства соколиных. В день там принимают около сотни пернатых пациентов. Ветеринары проводят сложные операции, вакцинируют птиц, а также лечат вирусные и грибковые заболевания, которые могут привести к смерти. Как говорят врачи, соколы дорогие птицы, поэтому их хозяева щепетильно следят за их здоровьем. Более того, в клинике проводят косметические процедуры, точат когти, клювы и заменяют сломанные и потерянные в схватке перья. Отмечу соколиная охота – древняя традиция жителей Катара. Хищных пернатых держат во многих домах. Для пересадки перьев у нас в клинике есть целый банк. В ящиках хранятся перья разных размеров, от птиц разных видов. Например, сапсану нужно пересаживать перо от другого сапсана. Причем оно должно быть взято из того же места на крыле. Лучших стрелков среди будущих полицейских определяют в Шимкенте. Курсанты из четырех областей Казахстана соревнуются в стрельбе с боевого оружия. Участникам предложили поразить мишень на расстоянии в 50 метров, а также пройти испытания, с которыми они смогут столкнуться в реальной жизни. Ведь от навыков и умения владеть стабильным оружием порой зависит жизнь граждан и самих полицейских. Сотрудник должен быть всегда в форме, подтянутый. И в честь этого проводятся такие мероприятия по спорту, чтобы увидеть уже это будущие сотрудники, будущие защитники нашей Родины. То есть сотрудник должен быть всегда готов. И на этом пока все. Желаю вам хорошего дня. До встречи.